Опрос 10% пенсионеров оказались азартными игроками. Организаторы независимой российской премии букмекеров BR Awards составили портрет азартных игроков и выяснили, что 10% среди них пенсионеры. За год количество москвичей пенсионного возраста, готовых делать ставки на спорт, увеличилось в 2,5 раза, но, играя, отдавать большие деньги букмекерам они при этом не готовы. Столичные пенсионеры довольно часто заключают пари с букмекерами больше одного раза в неделю, утверждают аналитики. Даже молодежь делает ставки на 20% реже. Правда, размеры их средней ставки на 40% ниже, чем у других в среднем 600 рублей. Да и в букмекерские конторы эти игроки не рвутся 60% из них ставят из дома через интернет-сайты. Минус. Почему легальное казино в Сибири не пользуется популярностью? Интерес пенсионеров можно объяснить повышением пенсионного возраста, развитием программ по обучению пожилых людей основам работы с компьютером, желанием разнообразить досуг и любовью к спорту, поясняет РГ Алексей Ткачук, директор по стратегическому развитию одного из специализированных интернет-порталов. По его словам, прирост игроков за год во многом объясняется прошедшим чемпионатом мира по футболу, во время которого многие сделали свои первые ставки. Ткачук уверен, что для большинства пенсионеров это просто развлечение, но которое, впрочем, может стать и дополнительным источником дохода. Впрочем, 66-летний Владимир Синицын, комментатор снукера и покера на Евроспорте, которого букмекеры называют профессиональным спорщиком, с этим не согласен, я ставлю примерно с 1993 года. Как спортивный журналист, неплохо разбираюсь в спорте, говорит он и делится личным секретом выгоднее всего играть во время крупных соревнований. Однажды, поставив на снукер, мне удалось прилично заработать, продолжает он, но при всей удаче вторую пенсию на ставках мне не заработать. Тем не менее, играть продолжаю. Ставка в 5-7 евро делает для меня просмотр любого матча гораздо увлекательнее. Выигрыш при таких ставках обычно небольшой. Игроков-пенсионеров прибавилось после чемпионата мира по футболу, во время которого многие сделали свои первые ставки. В одной букмекерской конторе РГ привели пример. На днях 62-летний мужчина, поставив 500 рублей на победу французского футбольного клуба из Парижа Париж-Сен-Жермен в матче с английским Манчестер Юнайтед, выиграл 1565 рублей. Минус. Как не попасться на удочку онлайн-мошенников? А вот 70-летний Евгений Берези настроен категорично. Даже перспектива выиграть миллион рублей не может пробудить в его в душе игрока. Я очень люблю спорт и считаю, что лучше им заниматься самому. И это не просто слова. Евгений Дмитриевич занимается скандинавской ходьбой и регулярно посещает тренажерный зал. Солидарна с Евгением Дмитриевичем и 63-летняя Светлана Андрус. Она также очень любит спорт, но рисковать пенсией не готова. Да и времени на это нет. Прошлой осенью она стала победителем городских соревнований московского долголетия по шашкам. Есть среди победителей и настоящие чемпионы. Например, 74-летний Григорий Йосипов чемпион общества «Спартак» по шахматам. Он регулярно играет в турнирах ветеранов, а до 40 лет искал по шахматным клубам себе в партнеры гроссмейстеров. Он платил им до тех пор, пока не побеждал. Такие ставки и сделали его чемпионом. Общество «Ежедневник стиль жизни» филиала РГ столица ЦФО Москва. Редактор субтитров А.Семкин